В Лицейском театре идут репетиции спектакля по пьесе австрийско-польского режиссера Артура Шницелера «Хоровод» в постановке польского режиссера Петра Шанши. «Хоровод» – самая скандальная пьеса мирового репертуара. Созданная в XIX веке, она инициировала долгую череду скандалов и запретов уже в следующем столетии. Сам автор поначалу счет ее публикацию абсолютно невозможной. У Шницелера общность инстинктов не объединяет, а разъединяет людей, служит фоном, на котором отчетливо становится видно одиночество, замкнутого в рамках своей социальной роли человека. Даже первое название этой пьесы было «Любовный хоровод», «10 диалогов». Потом один друг Шницелера прочитал это и сказал, знаешь, лучше оставь только хоровод, вообще, да. Это тоже не помогло. Пьеса была, можно сказать, первый раз так показана почти 30 лет после восстания. И были скандали, и был процесс в Берлине, и был процесс в Вене, и можно сказать, что снова эту пьесу начали играть после Второй мировой войны. Это 10 сцен, где люди, они бы хотели быть искренны, но им не получается уже. Они ждут и ищут любви, которая им уходит между пальцами. По словам режиссера, это пьеса наблюдения автора за тем обществом, в котором он жил. Но актуальна она и сегодня. Герои пьесы – несчастные люди, которые по тем или иным причинам вынуждены ежедневно носить маску. В их жизни нет искренности, честности и любви. Именно по этой причине они превращаются в циньков. Для меня, мне кажется, сейчас эта тема болезненная. Ну, то есть, ощущение счастья, любви в жизни, потому что в погоне за деньгами, в погоне за хорошей работой, престижной, да, мы забываем о каких-то своих ощущениях теплоты, счастья, о нужности этих ощущений. Поведенческая сторона моего героя, да, она в жизни мне, она не близка. Вот, но так как я сам в свободное время, да, я графоман, я пытаюсь что-то такое писать, ну, я имею в виду стихи и поэзию, поэтому, да, где-то по духу он мне схож. В спектакле заняты, по сути, все главные звезды Элицетского театра Дарья Аклей, Евгений Точилов, Николай Пушкарев и другие. Премьера запланирована на 8 июля и приврочена к началу празднования 300-летия Омска. На нее приглашен австрийский посол доктор Эмили Брикс, директор австрийского культурного форума господин Симон Мраз, а также руководство администрации и департамента культуры Омска. Генеральными партнерами проекта стали Райфайзенбанк и австрийский культурный форум. Смотрите новости на телеканале НДС РБК.